значит что для этого надо сначала настоящем автомобиле пока он стоит на земле вы откручиваете гайкой на 30 головкой на 30 точнее ступичную гайку вот так она выглядит вот отсюда после этого снимаете колесо дам но откручиваете колесо домкратить и после этого снимаете колесо снимаете суппорт он легко снимается но перед тем как снимать вот здесь вот нужно поджать немножко цилиндр колодки распустить после этого снимаете снимая снимаете сам кулак отсоединяете от амортизатора и отпускаете колесо шаровую наконечник снимать не надо развал после этого делать тоже не надо будет и вынимаете вынимаете привод как это делается я еще покажу еще один немаловажный момент когда перед тем как снимать кулак провода bs надо вытащить отсюда отсюда и ослабить вот здесь тоже вытащить его суппорт сам подвязывайте да и гайки болты на кулаке и на суппорте на 18 ну это если кому-то вдруг она будет дальше вытаскиваем болты и снимаем кулак и так друзья там вы увидите вот такую вот болванку ну и внутренняя граната держится на ней что она снимается очень легко просто выйдет но вытаскиваете здесь остается снять соответственно внешнюю гранату и вот у нас кстати порванный пыльник вовремя заметили ну и вовремя будем устранять ну и кстати надо будет определить из-за чего этот надрыв случился так как вытащить вот так друзья я я чё то не могу выйдет он уже там какой-то операционный звать будут участвовать в коем-то вовремя 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 но вот 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 смотрите если не видно или нет на то этого кольца у него просто нет где оно там зажимается кстати к слову, где? вот такой с тобой комплект ну в Китае и Китай а сам дом такой мягкий а вот привод снять не могу бью сюда, бью, но не получается что-то не так что-то не так да вот и и и и и Продолжение следует... 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 помыть там такой хернёй еще чем-нибудь и так далее ну а сейчас продолжаем срезаем продолжаем друзья значит теперь после того как сняли пыльник чуть-чуть там все это дело протерли так и после этого надо взять будет вам вот эту вот на два с половиной килограмма кувалду какую-нибудь вот такую железочку поставить ее сюда все в тисках хорошо зажать и шарахнуть по ней соответственно чтобы выбить шрус со стопорного кольца делаем кстати ребят большого усилия здесь не надо у меня получилось сразу же с первого раза значит вот он шрус снялся мы вытираем все дальше надеваем пыльник пока вытираем ребят ну попытался зафиксировать камеру там кое-как ну что дальше снимаем вот это колечко стопорное она снимается прям рукой без всяких проблем еще раз все затираем протираем ставим на упал аппарат упал аппарат прошу прощения попробую вырезать если нет то простите поехали значит ставим кольцо вернее не ставим на кольцо но сначала так вот здесь вот кстати кстати номер у него вот такой 0 2 и тут вот 1300 рмпрм для дастер 1.6 они одинаковые так что здесь здесь берем вот эти наши два колечка одеваем сначала хомут потом натягиваем новый пыльник пыльник натягивается аж вот на вот эту штуку кто не знает потому что у него там специальная такая прорезь стоит короче говоря у пыльника вот здесь есть ложбина вот она вернее вы выпуклась она шрусе есть ложбина но соответственно стали так теперь берем новое кольцо новое кольцо одеваем новое кольцо одеваем плакет ну жмите но могу раскрыть дать этот пакетик ладно разорву пока оно будет проще есть разорвал вот оно такое колечко ставится тоже как видите просто руками никаких проблем ну не знаю по поводу каленая вроде каленая сравнить ну да такое она хорошая на разгиб не гнется не хорошая хорошая у старая тоже пока выкидывать не буду а вот пригодится так есть значит после того как там все протерли до забиваем смарт что здесь вот есть место в этом пакете вот где написано отрезать она кстати здесь просто отрывается рукой так забиваем смазку по максимуму сюда сам сам шрус есть остатки забиваем пыльник я вот так вот чуть-чуть подгибаете чтобы было удобно в этом пакете ровное количество сколько сколько нужно этой смазки так считается да что там не больше не меньше находится но с учетом того что в самом пакете еще остается какое-то количество и плюс сама смазка ну мы качество ее оценить не можем никак но в связи с этим я добавляю еще чуть-чуть своей смазки да он там довольно много ребят осталось ну пипец там прям но как то так сейчас я принесу свою покажу вам что там и а и 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 древняя еще по-моему даже украинская но она вот если вы внутрь посмотрите смазка с молебеном а эта смазка непонятно с чем была так ну если бы нормально продозировать берем вот такую вот ложку и буквально вот столичка еще туда добавляем остатки уже просто вытираю ну будьте готовы к тому что вы будете все смазки дальше засовываем назад все легким ударом этого же молотка насаживаем вот 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 вроде бы как осело вот 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 таким вот образом ну и последний штрих друзья это не получится одевание хомутов так второй хомут вот он хомуты стандартные идут как сделать так вот так вот мы его у меня нет специального приспособления которым я буду делать вот этими вот прожали, берем маленький молоточек и подбиваем. Можно еще раз прожать чуть-чуть. Здесь все, теперь второй хомут. Смотрел на ролике, что эти хомуты плохие, вот эти стандартные. Их рекомендуется не использовать. Не знаю, всю жизнь таких хомуты использовали. И все. Все было хорошо. Нафиксировали и поджимаем. Смотрим, чтоб он везде все хорошо. И маленьким молоточком подбиваем. Смазку немножко из-под него выдоливаем. Вытираем. И еще немножко прожаем. Так, получается вот такой у нас привод. Вот. Все хорошо. Все на своих местах. Все замечательно. Идем устанавливать назад. Идем устанавливать назад. Все. Надеваем из отчатки. Все как обычно. Значит, смотрите, еще какая штука. Вот здесь у вас смазочка, смотри, что хочу добавить. Продолжение следует... Так, вы не видели, куда я добавлял печаток, я добавлял ее вот сюда, в гранату, вот в это место, где у нас стоит нынешняя граната. Засовываем сначала ее. Она у нас без уборных колец. Так, есть, зашла. Теперь поднимаем наш кулак. Такой блок. Немножко. Сейчас промажем здесь. Вот здесь мы будем использовать обычную самую долю. Что-то промажем. Так. Взял. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Благодаря. Так, сейчас, не очень удобно, бля. Ну, короче говоря, вот когда так вставили, хотя бы чуть-чуть, можно опустить суп, чтобы он был приятным, и поставить его на место, чтобы он вам не мешал. Достаточно, в принципе, на один день. Так, и здесь я просто прихватил маленько. Так, не забываем поставить наши проводы. АБС, вот АБС. АБС, вот АБС, вот АБС. АБС, вот АБС, вот АБС. АБС, вот АБС. АБС, вот АБС. АБС, вот АБС. Так, это всегда не очень удобно. Сейчас. 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 Мама, здесь яму ещё не удобно. Продолжение следует... 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 Вот это у нас полярговик, перехлении от дождя яйца итак друзья гайку закрутили я ставил на паузу потому что надо было сделать вот этот брызевик один болтер просто был он держался до нужного крепления вот так делаем наш брызевчик в руку подсовываем колючка и изходим местный надболтик 20 мм головка 18 мм когда два болта уже наживили можно убрать в руку трещоточку и выпрощать и и и и и и и Теперь спускаем наш домкрат. Еще раз все просмотрели, поддергали и спускаем домкрат. Еще раз все просмотрели. Так, ну вроде все включу. Конечно же я посмотрю как будет работать этот хомут. Потому что там расстояние очень нестандартное до болта. Поэтому надо будет присмотреться. Если что, ну сам хомут можно поставить, не снимая. Так, сначала в первую очередь откручиваем колесо. Вот так. Вообще лучше это делать в низ, а не вверх. Я сейчас немножко протяну. Покажу только протяжку суточной гайки. Вообще сейчас упор идет на коробку передачи. Это неправильно. Ее можно сломать. Надо, чтобы кто-то зашел и нажал тормоз. Сейчас второй человек может взять и протянуть. Я немножко потяну, потому что больше не могу сам. Ну а потом попрошу кого-нибудь. Он не поддержит. Так, все ребят. Вот такой вот обзор получился. Сейчас еще один нюанс покажу с этим пыльником. Наверное лучше всего, чтобы вы позаботились заранее и купили себе пыльник ленточный. Сейчас покажу почему. Так, вот он наш привод. И вот он болт шаровой. Расстояние вот такое. Вы помните у нашего хомута есть вот такое вот место. Где у него вот такая штукенция стоит. И есть шанс, что при каких-то поворотах, разворотах, кочках. Будем конечно надеяться, что это невозможно. Но все может быть, что он достанет до этого болта. Ну, в общем, я за этим послежу, посмотрю. Вроде бы там какие-то миллиметровые зазоры есть. Но уже окончательно ясно будет потом. Если что-то пойдет не так, я обязательно куплю просто другой хомут. Ленточный. И сделаю им. Все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь. Задавайте вопросы в комментах. Всем пока.